На первый взгляд на Сочинском вокзале довольно чисто. Территорию здесь убирают, по словам сотрудников, три раза в день. Но один из внутренних двориков уникального комплекса завален стройматериалами. Как говорит начальник вокзала, эта мера временная и вынужденная. Сейчас внутреннее помещение, уже ремонт закончен, и как вынуждена мера, приходится складировать этот материал снаружи. И получается, здесь дворик менее пользуемый пассажирами. Электрокабель, конструкции для кровли пока ждут рабочих. А рядом по соседству бассейне свалены демонтированные электронные табло и часы. Начальник вокзала обещает, что скоро стройматериалы уберут, а оборудование вывезут на другие станции. Сутки через Сочинский вокзал проходит до трех тысяч пассажиров. Многие места закрыты проходят, потому что вот это, конечно, усложняет. А так-то нормально. Чисто. На очередной планерке у мера санитарное состояние вокзалов курорта в центре внимания. Молодежный парламент доложил Анатолию Пахомову, не все благополучно и в Хосте, и Адлере. К нам приезжают гости. Представляете, что они осочили? Именно все уезжают со станции. Как можно не убирать то, что тебе положено убирать? Как можно устроить такой свинюшник? Железнодорожники свою вину признают, но говорят, что в ближайшее время чище, скорее всего, не будет. Реконструкция вокзала, как, впрочем, и прилегающих территорий, еще не закончена. В августе здание вокзала будет одето в строительные леса. Рабочим предстоит обновить фасад, заменить кровлю. Изменит свой внешний вид и площадь перед вокзалом. До конца года здесь будет организован транспортно-пересадочный узел.